В то же время я читал ваш пост в социальных сетях, вы написали, что выбор отменять не стоит, только тогда народ осознает, в какое неловкое положение он попал с избранием такого кандидата, как Евгения Гуцул. И дальше вы говорите, что если все это цирк, то давайте воспользуемся клоунами, которыми от души можно посмеяться, иначе этот бардак не кончится. Но это не совсем то, что я хотел сказать. И так можно интерпретировать, но в принципе моя логика, мои вопросы, она чуточку отличается. Это касается вообще существования данной автономии и что там происходит в течение последних 30 лет. Это абсолютно ненормально, когда можно избрать, извините меня, пожалуйста, даже табуретку или, я не знаю, коня Цезаря, только потому, что он нацепит себя на губе. Владимир Воронин на выборах Кишинева в 2007 году говорил, если моя шляпа будет кандидатом, проголосует за мою шляпу. Ну, вы знаете, его кандидат набрал тогда 38% голосов. Это огромное количество голосов для кандидата, который никогда не участвовал в дебатах, тем более, что против него выступали довольно серьезные политические деятели. Поэтому это возможно. Но то, что происходит в Гагаузии, я думаю, мы должны задуматься, насколько этот проект вообще оправдал себя. Дело в том, что мы, я имею в виду, мы общество нашей страны, когда решило создать эту автономию в 1994 году, исходили из того, что нужно сохранить культурную самобытность, дать возможность людям самим принимать решения вот по этим вопросам, остановить процесс русификации и все-таки возвращение гагаузскому языку. И после 30 лет мы пришли к приводу того, что ничего из того, что было задумано, не состоялось. И эти грубые манипуляции гагаузским меньшинством со стороны Российской Федерации, они заставляют наши политические лица просто переосмыслить еще раз этот проект. Зачем эта автономия нужна? Потому что культурно они не хотят возвращаться к своим традиционным ценностям, позволяют собой манипулировать абсолютно непозволительным образом. И эти выборы еще раз это показали. Вы знаете, я пытался найти CV этой девушки, которая выбирала выборы, и я ничего не нашел. Абсолютно, она абсолютно неизвестный человек. Абсолютно даже в какое-то официальное резюме я не нашел про нее. И тем не менее она победила выборы. Вопрос, а каким образом, как это было возможно? Это было возможно только потому, что она разыграла очень умело вот эту карту пророссийский, про путинской идеологии. И то, что было позволительно до войны в Украине, всегда это сходило с руки, не заставляло нас об этом задуматься, я думаю, является абсолютно непозволительным и неприемлемым в этой ситуации. Когда на самом деле мы являемся очень близко к тому, чтобы эта война перешла и на нашу территорию. Поэтому я считаю, что не нужно подходить с силовой точки зрения, нужно на кого давить, конечно. Я не думаю, что сейчас нужно ставить вопрос об амулировании. Но нам нужен ясный диалог, ясный диалог с гагаузскими лидерами. Надо попробовать добиться того, чтобы они поняли, что стратегический интерес этого маленького народа, который живет на юге Республики Молдова, первый стратегический интерес сводится к тому, чтобы у него были хорошие отношения с Кишиневым и хорошие отношения с остальной частью этой страны. И пока у нас такого разговора не было, это была такая тема как-то абсолютно закрытая для общественных разговоров. Любая попытка затронуть именно с этой плоскости проблем гагаузской автономии всегда была как-то воспринята как либо проявление национализма, либо как желание аннулировать. И мы не об этом говорим, ничего не нужно аннулировать. Просто нужно вернуться к самой идее этой автономии и помочь гагаузам вернуться своим истокам, чтобы они говорили на гагаузском языке, чтобы они обучались на гагаузском языке, чтобы они знали государственный язык, и чтобы определить какую-то моду сведения по каким-то довольно чувствительным вопросам и с одной и с другой стороны. Но у нас этого не было. К сожалению, у нас такого разговора никогда не было. Боюсь, что это будет очень сложно сделать сейчас. Народное собрание Гагаузии вчера на этом экстренном заседании приняло постановление провести 27 мая съезд депутатов всех уровней. Такие съезды уже были несколько раз в Гагаузии, и они принимали такие неоднозначные решения. Во-первых, провозглашали Гагаузскую республику. Потом 22 февраля 2014 года съезд утверждал результаты вот этих консультативного и конституционного референдума о том, что надо входить в таможенный союз и в случае чего отделяться от Молдовы. Что решит, на ваш взгляд, что решит съезд депутатов всех уровней на этот раз? Потому что говорят о том, что могут провозгласить снова Гагаузскую народную республику или Бессарабскую республику, начать реализовать тот проект, который был задуман когда-то с участием буджака молдавского и украинского. Ну, к сожалению, это зависит от... Ну-ка, скорее всего, что-то прописано в этой методичке, которую им скинули, то они и провозгласят. Мы не можем говорить о том, что этот Гоган обладает какой-то независимостью. Методичку кто написал? Методичку кто написал? Я думаю, что технические наносы Террасполя высылают, а кто там пишет их на более таком глубинном уровне, я не знаю. Но, скорее всего, это, конечно, прослеживается ясный интерес Российской Федерации в этом отношении. И что является абсолютно неприемлемым для нашей страны, чтобы стратегические и фундаментальные решения по отношению будущего нашей страны принимались исходя из такого рода шантажа. Поэтому такого рода решения они носят чисто политический и популистский характер. Это чистая манипуляция общественным мнением и общественностью в самой автономии. Мы должны понимать, что ни о каком отделении речи быть не может, потому что нет никаких возможностей существований в Гагаузии вне республики Молдова. Это и географически, и экономически. Мы должны понимать, что Гагаузия определительно в высокий уровень, высший уровень жизни, чем в советское время. Потому что мы построили, центральное правительство, я имею в виду мы, построило огромную и очень качественную такую инфраструктуру. Туда идут большие капиталовложения. Есть политическая воля на то, чтобы все проекты, которые реализуются в распространении, чтобы что-нибудь обязательно реализовалось и в Гагаузии. Большие инвестиции, они всегда, конечно, идут и туда. Это все зависит от Кишинева. Более того, в Гагаузской автономии они сохраняют налог на добавленную стоимость, которую собирают, чего нет нигде в стране. И кроме этого они получают огромный, огромный миллиард трансфер ежегодно на образование, на медицинскую инфраструктуру. За счет центрального бюджета были построены отличные, очень современные больницы, ремонтируются школы. Так что это все популизм, который не имеет ничего общего с реальным интересом Гагаузского народа. И гранты от Европейского Союза, от Румынии, от США, построенная дорога. Я думаю, что стратегический интерес Гагаузов – жить в согласии с Кишиневым и заниматься своими делами в автономии, заниматься своим уровнем жизни там, где это возможно. Но что касается компетенции внешней политики, обороны, вступления в какие-то союзы, это некомпетенция и никоим образом не может быть предоставлена на усмотрение Гагаузской автономии. Мы должны понимать, что в самом Камарате этих районов, которые образуют так называемые грузьяри, сейчас живет население, ну, давайте скажем так, меньше, чем на двух улицах сектора Чакана города Кишинева. Мы должны реально к этому подходить. То, что раздули вот эту проблему и создали фактор прессинга для центральных властей, это, конечно, была и наша вина, и центрального Кишинева, потому что всегда кишиневские политики пытались манипулировать этой проблематикой. И вы помните, как провел президент Воронин своего кандидата, каким образом там состоялась избирательная кампания. Я прекрасно помню, как бывший президент Дадон на самом деле он подогревал и подпитывал сепаратистские настроения в этой автономии, когда стал вопрос об ассоциации с Европейским Союзом, как они там проводили разного рода незаконные референдумы. Тут нельзя просто никак возложить всю вину на гагаузов. Я думаю, что на Кишиневе тоже лишат огромное бремя ответственности за то, чтобы вовремя не среагировали на то, что там происходит. Это мы виноваты в том, что мы допустили, что Российская Федерация, которая на самом деле ничего им не дает. Абсолютно ничего не дает. Две мусоровозки и какие-то цистернные солярки, которые сами же они там разборывают между собой. Вот это все, что они получают из Российской Федерации. Им стратегический, долгосрочный интерес гагаузов в том, чтобы жить в согласии с остальной частью Республики Молдова, а не ориентироваться на какие-то иллюзорные, такие проимперские месседжи, которые приходят из Москвы из Москвы. В Москве на самом деле абсолютно наплевать на гагаузов, так же, как и наплевать, говорю, на абхазов и на восточные районы Украины, где сейчас война идет. У них есть свои интересы, но эти интересы, конечно, не совпадают с интересами нашей страны.